ДИАНА ГУДС 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 социальных предпринимателей. — Ну, знаете, вот мало придет, ну, как-то неактивно. — Давайте так. Значит, вот сегодня, в понедельник, когда мы пишем эту программу, я лично тоже была на мероприятиях по социальному предпринимательству, там была такая просветительская часть, чтобы можно было вообще определиться, кто-то есть там, да, для людей, которые придут. Там был полный зал. Я рассчитывала, что будет меньше, честно говоря, потому что предыдущий вот мой опыт компания «Теледва» устраивала такой вот тур по стране, они тоже рассказывали про социальное предпринимательство, людей еле-еле в Кирове наскребле. Нынче был полный зал. Это вас удивило? Или это нормально уже сейчас в стране? — Я думаю, что это нормально, потому что, тем более, что у нас с 26 мая по 29 июля все мероприятия, которые запланированы в этот период, они приурочены к Международному Дню социального бизнеса. И, конечно же, выходит большее количество информации в средствах массовой информации и на разных информационных порталах. Ну и, возможно, то, как сейчас начинают работать институты поддержки предпринимательства через социальные сети, через Инстаграм, через Фейсбук, через свои новостные ленты, да, то дает возможность большего охвата предпринимателей увидеть эту информацию. Ну и если еще заранее размещаются все анонсы, то, конечно, количество участников на такие мероприятия приходит. Несмотря на то, что погода хорошая, сезон отпусков, люди все равно находят время для того, чтобы получить новые знания. Ну, те, кто ищет возможности, те, кто ищет, во-первых, финансирование, инструменты для развития своих проектов, вне зависимости от погоды, солнца, там, снега и дождя, они всегда находят время для того, чтобы прийти, узнать новую информацию, узнать новые какие-то инструменты, которые помогут их бизнесу. Потому что, когда мы говорим про социальных предпринимателей, то это, я бы так сказала, штучный товар, эксклюзивный, потому что все они настолько индивидуальные, настолько их проекты интересные, настолько они горят своими проектами, да, то это как ребенок. То есть, если мы возьмем какой-то стандартный бизнес, да, то это просто бизнес-проект, его можно купить, продать, перепродать, там, многие создают бизнесы для того, чтобы в перспективе его перепродать, да, потом уехать, ничем не заниматься, либо какой-то новый открыть, то все-таки социальный бизнес, социальное предпринимательство – это любовь навсегда, это то, что идет от человека, он к этому приходит либо через свой личный опыт, либо это рождается у него идея, и он ее долго вынашивает, формулирует, запускает, и потом… Я не видела социальных предпринимателей, которые бы взяли и продали свой бизнес, или, например, его закрыли. Да, им тяжело, да, не всегда там получается получить поддержку со стороны органов власти, но все равно они это тянут на себе, они это делают, потому что для них первично их вклад в общество, решение социальной проблемы, и уже прибыль для них вторична. Вот отсюда можно дать такое определение, что такое социальный бизнес, чтобы наши слушатели сориентировались, о чем речь идет вообще, когда мы говорим о социальном предпринимательстве. Когда мы говорим о социальном предпринимательстве, то в первую очередь, конечно, мы имеем в виду предпринимателя, который запускает бизнес, который своей деятельностью решает какую-то важную социальную проблему либо в рамках страны, либо в рамках региона, либо в рамках даже муниципалитета, где он, в общем-то, живет и территориально находится его предприятие. Это вот как бы основной такой критерий с точки зрения миссии этого предпринимателя, да. А дальше, естественно, есть еще два критерия, о которых мы тоже говорили на семинаре, да, что товары и услуги, которые производит это предприятие, оно ориентировано на незащищенные категории населения. И третий критерий – это создание новых рабочих мест, да, то есть это решение вопроса самозанятости, решение вопроса с безработицей, создание рабочих мест для незащищенных категорий населения. Сколько у нас в стране сейчас по статистике социальных предпринимателей? К сожалению, нету официальной статистики, но та статистика, которую ведет фонд «Наше будущее» за 10 лет, то количество предпринимателей, которые к нам обращались либо за финансовой поддержкой, либо за консультационной, либо участвовали в мероприятиях в виде слетов социальных предпринимателей в регионах, ну, примерно, по нашим подсчетам, от 10 до 15 тысяч таких предпринимателей. Сказать? Да, статистики нет. Я понимаю, что госструктуры, отвечающие за социальных предпринимателей, тоже, видимо, не существует, да? То есть, получается, что государство, ну, как-то пока вот вдалеке от этой темы. Оно не то, что вдалеке. Было несколько ведь попыток вначале просто создать закон, ну, издать закон, да, о социальном предпринимательстве, но отдельный закон не прошел, чтение в Госдуме. И вот с 2016 года, инициированный Министерством экономического развития Российской Федерации, департаментом малого и среднего предпринимательства и конкурентной политики, которую возглавляет Максим Паршин, как раз была другая законодательная инициатива внести поправки в 209-й федеральный закон о малом и среднем предпринимательстве, как раз и узаконить статус социального предпринимателя, расширив те меры поддержки, которые и так прописаны в 209-м законе для субъектов МСП. Ну, и тем самым, с другой стороны, дав возможность регионам свои дополнительные меры создавать в рамках региона в зависимости от того, что для региона на сегодняшний день там приоритетно. Но поправки в закон не приняты до сих пор, они еще там корректируются правительством, Минэком, экспертами, потому что не можем мы прийти к какому-то единому мнению, да, именно по критериям социального предпринимательства. И вообще, если говорить о, скажем так, международном понимании, да, социального предпринимателя и его критериях, то за рубежом нет привязки к правовой юридической форме лица. А поскольку здесь у нас инициатором этих поправок считается Министерство экономического развития, и поправки вносятся в 209-й федеральный закон, то здесь мы ограничиваем, да, правовые формы. Здесь поправки будут ориентированы только на субъектов МСП. То есть некоммерческие организации, которые тоже имеют место быть и занимаются и социальным предпринимательством, да, они работают в рамках совершенно другого федерального закона, седьмого о некоммерческих организациях. Поэтому с точки зрения именно законодательного регулирования правильнее было бы вносить поправки в оба-два закона, да, ну а в идеале вообще действительно разработать отдельный закон, в который бы закрепил и статус социального предпринимателя и четко прописал его критерии, ну и, собственно говоря, те меры поддержки, которые могут быть созданы как на федеральном уровне, так и на региональном. Вот этот спор, он препятствует развитию социального предпринимательства в России? Самое удивительное, это то, что ничего не препятствует. То есть и без закона, и... Как вообще-то существует такое явление, раз правила игры не восстановлены? Мне кажется, социальные предприниматели, они сами создали себе свои правила игры. То есть и в зависимости от того, какая у них правовая форма организации, по тем правилам в большей степени они играют. Если это юридическое лицо, да, ИП, либо ООО, то, соответственно, в большей степени они пользуются теми мерами поддержки, которые прописаны в рамках 209-го федерального закона. Если они в статусе некоммерческой организации, то, конечно, у них дополнительные меры в виде поддержки со стороны грантов, со стороны субсидий региональных. Но они в большей степени реализовывают свою деятельность, в первую очередь, как социальные проекты. То есть и уже дальше, когда реализовывая себя, ну, тот проект, на который они получали финансирование, дальше уже это может трансформироваться и в большинстве случаев как раз трансформируется именно в социальное предпринимательство. То есть, например, проект получил финансирование, например, на трудовую и социальную адаптацию людей с инвалидностью. То есть он имеет определенные свои сроки проведения, да, там, свою целевую аудиторию, свое четкое финансирование. И дальше, после того, когда они реализовали, по сути, ну, попробовали, потестировали, да, как это работает, дальше они эту услугу уже могут ставить на коммерческие рельсы и, в общем-то, продавать не только тем категориям, за которые государство уже заплатило в рамках социального проекта, но и всем желающим, кто хочет воспользоваться этой услугой. Мы сейчас прервемся буквально на полминуты и продолжим нашу беседу с нашей гостьей Дианой Гудс, экспертом фонда «Наше будущее». Продолжаем разговор. Мы сегодня общаемся с экспертом фонда «Наше будущее» Дианой Гудс, которая по приглашению Центра инновации нашего Кировского проводит прямо в данный момент мастер-классы с теми людьми, которые хотят понять, что такое социальное предпринимательство и есть ли им место в социальном предпринимательстве. Мы записываем программу в понедельник, когда уже прошли семинары первые, да, которые погружали, в общем, в саму тему всех пришедших. И вот у меня, Диана, очень зацепила история, которую вы привели в пример. Это то, как корейское правительство воспользовалось темой социального предпринимательства для решения совершенно определенной проблемы. Проблемы безработицы. И я вот просто после вашего семинара пошла как раз на круглый стол в общественной палате, где очень остро обсуждалась предложенная правительством Российской Федерации пенсионная реформа. И где, конечно же, ставили вопрос, а куда, собственно, пойдут эти люди, которым продлят пенсионный возраст? Потому что очень многие работают на таких производствах, которые дают серьезные, например, осложнения на здоровье и прочее. У некоторых просто гаснет интерес к той работе, которой они уже занимались. Про то, как принимают людей на работу после 45, 50, 60 лет мы прекрасно знаем не только по опыту Российской Федерации, но и западных стран, даже очень благополучных. И я подумала, что эта история про социальное предпринимательство, если бы она получила необходимое должное развитие и такое острое пристальное внимание правительства и стимулировалось бы, вполне могла бы быть история про людей, вот как раз, которые сейчас касаются пенсионной реформы, потому что тогда можно было бы заниматься своей работой, которой тебе лежит душа, организовав вот такой социальный бизнес. Но это вот просто, у меня прошла такая параллель, а вас я бы прошу рассказать про этот корейский опыт, как там все проходило. Ну, Корея тоже достаточно давно встала на этот путь. Мы про Южную Корею. Южную, Южную, да. Да, конечно, в Северной я не была, не могу вам сказать про их опыт. Действительно, в Корее стоял вопрос очень остро с безработицей. Те программы государственные, которые у них, собственно говоря, были, они не показали свою эффективность. И для них социальное предпринимательство стало, скажем так, той точкой роста, тем драйвером развития экономики и борьбой именно с безработицей и созданием новых рабочих мест. Потому что основную задачу и цель всех вновь созданных предприятий в Корее, они ставили основную задачу. Это трудоустраивать незащищенные категории населения, чтобы они имели возможности в любых сферах, то есть не было ограничений по сферам деятельности этого предприятия. Но самый важный критерий – это, соответственно, создание рабочих мест именно для этих категорий населения. Незащищенные категории Южной Кореи в России примерно одинаковые? Ну, они везде примерно одинаковые. Мы же говорим о безработных. Это вот как раз и есть категория населения, незащищенные, да, то есть не имеющая работу, которая не может себя там, в общем-то, как бы обеспечить. И они пошли… Дело в том, что если мы говорим, что инициатором в России, да, там закона о социальном предпринимательстве стало Министерство экономического развития, то инициатором всей программы в Корее было Министерство соцзащиты и труда, ну, как оно у них там называется, да, потому что категория безработные относятся к, ну, к их компетенциям, к социальному ведомству, к их компетенциям. Вот. И они пошли таким путем, что они создали вначале межведомственную рабочую группу, куда собрали представители всех министерств, экспертов, сообщества, да, и разработали временную программу по развитию социального предпринимательства в Корее. И только после этого, когда они разработали, утвердили эту временную программу, они инициировали и создали агентство, которое отдельно занималось именно поддержкой развития социального предпринимательства. И уже в рамках агентства, естественно, были отработаны и меры, и механизмы поддержки социальных предпринимателей, разработаны критерии. Вот те критерии, про которые я вам говорила, это как раз те критерии, которые мы, в принципе, наши российские эксперты взяли за основу, да. У корейцев. Да, у корейцев, да. Ну, в принципе, они же пользовались тоже международным опытом, поэтому это вот как бы такие общепризнанные за рубежом критерии социального предпринимательства. Но для того, чтобы решить свою проблему безработицы, естественно, они прописали эти критерии в определенных цифрах, да, в определенных процентах с точки зрения самого развития предприятия, да. И они смотрят в перспективе от года до трех, да. То есть первый год, когда предприятие создается, там, к примеру, 20% должно быть рабочих мест для незащищенных категорий населения и 30% товаров и услуг, которые предприятие производит ориентированно на незащищенные категории населения. Во второй год это достигает, там, до 50% и рабочих мест, и товаров, и услуг. И к третьему году эта цифра должна уже достигать до 75%. И те предприятия, которые прошли вот эту аккредитацию, они получали право использовать графический знак. То есть они разработали лейбл, который отличал их всех от других предприятий коммерческих, да. И для того, чтобы это популяризировать в обществе, они создали агентство по продвижению, рекламное, маркетинговое, да, которое занималось только пиаром и продвижением социальных предпринимателей и популяризацией социального предпринимательства в обществе. Таким образом, в принципе, корейцы четко знали и понимали, что покупая, либо заказывая услугу социального предпринимателя, они в своей стране решают проблему безработицы. Они создают стабильные финансовые потоки для этого предприятия, тем самым его поддерживая. И, в общем-то, для них, ну, для корейцев, да, это был достаточно осознанный выбор, да, с точки зрения, у кого брать ту или иную товар, либо услугу. Но еще следует отметить, что, конечно, они очень четко работали над повышением уровня качества как товара, так и услуг. Это очень важно для потребителя, потому что если предприятие создает так себе услугу или так себе там товар, то смысл его поддерживать, в общем-то, как бы нету. Это действительно там в рамках благотворительности, и никто этой услугой на постоянной основе пользоваться не будет. Один раз попробовали, если человеку это не нравится, естественно, он второй раз не пойдет там покупать этот товар, либо эту услугу. То есть продукт еще должен быть еще и конкурентно способен. Он должен быть обязательно конкурентно способен. Поэтому в этом плане, конечно, они очень сильно продвинулись. И плюс у них в рамках рекомендаций для крупных компаний была тоже разработана такая программа, что каждое крупное и среднее предприятие должно было учредить и создать одно социальное предприятие. И очень многие предприниматели создавали такие предприятия, которые либо продавали их товары и услугу, то есть встраивая свой продукт, который они и так производят. Либо это было что-то совершенно отстраненное в виде там секонд-хендов и каких-то развивающих центров, либо там домов престарелых или пансионатов временного пребывания людей, там, за которыми требуется ежедневный, постоянный, круглосуточный уход. Решили корейцы свою задачу по безработице? Решили. За сколько лет они это издавали? Ну, за 10 лет им удалось сократить количество безработных, практически в половину. Ну, вот такая история. А у нас социальные предприниматели, они чем в основном занимаются в России? У нас социальные предприниматели в основном решают какую-то глобальную социальную проблему, которая есть у них в регионе. Ну, в зависимости от специфики региона. Ну, если уж на уровне региона так говорить. Мы говорим, да, на уровне региона. То есть, ну, нет, по крайней мере, я сейчас не могу вспомнить так вот сходу ни одного социального предпринимателя, который бы глобально в масштабах России решал какую-то проблему. Все все-таки точечно исходят из специфики своего региона, из потребностей общества. Ну, здесь можно привести примеры, да, это и детские садики, которые у нас начали развиваться частные, там, буквально 3-4 года назад, когда была такая проблема. Сейчас она вот не настолько актуальна, она спала, да, там. Это и проекты, связанные с поднятием внутреннего туризма, да, с развитием территории, они достаточно актуальны. И на сегодняшний момент тоже очень многие регионы как раз себе ставят задачу развития внутреннего туризма. Сельский туризм, мы говорили. Да, сельскохозяйственный туризм. Мне кажется, сейчас в ближайшие там несколько лет на Алтае, на Кавказе, это будут вообще прямо вот такие вот направления в виде даже трендов, я бы их даже выделила, да, там. Гастрономический туризм, да. Алтай, Кавказ действительно этим славятся. И я вот просто когда вас сегодня тоже слушала, я сразу представила наших предпринимателей, которые приходили к нам в программу «Разворотный бизнес», которые занимаются как раз сыроварением, и параллельно они устраивают такие туристические истории у себя в поместьях. То есть кроме продажи сыра они занимаются ещё и тем, что представляют там традиции, там можно и сено покосить, там можно, значит, и корову покормить. Это тоже сельский туризм. Он в Кирове, оказывается, мы вот это сейчас поняли, он тоже потихоньку набирает обороты. Когда ты вот в такое время сидишь, например, в городе и думаешь, что отпуска, может быть, вообще не будет в этом году, а может выйдет когда-то там потом, то, в принципе, вот такие выезды, даже если на Алтае далеко, на Кавказ, там, может быть, отсюда далеко из Кировской области, то выехать в ближайшую деревню, в населённый пункт, где есть такие предприниматели, которые устраивают такие истории, для местного населения вполне могли бы быть интересны тоже. Это тоже социальное предпринимательство, да? Конечно, это и для детей, во-первых, интересно и познавательно, потому что те, кто живёт постоянно в городе, да, там, привыкли покупать молоко в магазине, да, и не знают, откуда оно берётся, каким образом, да. А с другой стороны, вот это вот погружение вот в эту атмосферу, это возможность, например, там, поучаствовать в мастер-классе, посмотреть, как варится тот же сыр, да, поучаствовать, например, в перегонке скота с зимнего на летние пастбище. Это же действительно интересно, это, по сути, ну, скажем так, та история, те знания, которые ты можешь получить, и не просто там прочитав или посмотрев телепередачу, да, там, вот поучаствовав в этом, посмотреть, как живут в быту даже сегодня те же самые, там, пастухи, там, оленеводы и так далее. То есть это, на самом деле, такое направление, за которым, мне кажется, вот действительно будущее, потому что классические варианты туризма, они уже нам всем, ну, приелись, да, уже там Египет, Турция, там, собственно говоря, Европа. Ну, кто имел возможность так вот путешествовать, им, конечно, приелись, это понятное дело. Но даже тем, кто не приелись, там, кому приелись, тем в первую очередь будет вот такой туризм на себе испытать, а кто не имеет возможности Египет, Турция, он тоже должен получить возможность, да, путешествовать вот здесь. Про детей это очень правильно и важна, на самом деле, история. Мы к этому подойдем, как подошла вся Европа и Америка, когда дети не знают, что лежит на полках в магазинах и, как называется там, как выглядит петрушка или лук и прочее, да. И, наверное, этим будут заниматься, это будет развиваться, и надо будет подсказать нашим коллегам, кто у нас побывал, что в Центре инноваций Кировском осенью будет свой специалист, который, да, сможет дать консультации по социальному предпринимательству, вот кто сегодня не пришел, например, да, и попробовать свои силы, попробовать свои возможности и воспользоваться теми возможностями, которые сейчас государство предоставляет для социальных предпринимателей. Мы не очень поняли, каковы они, но сейчас разберемся после короткого перерыва. Возвращаемся в студию. Диана Гудс, эксперт фонда «Наше будущее» в программе «Дневной разворот». Сегодня два дня идут семинары в Центре инноваций совместно с фондом «Наше будущее», и они посвящены возможностям социальных предпринимателей в Российской Федерации. Прежде чем мы вас просим, Диана, все-таки, несмотря на то, что пока нет законодательной базы, несмотря на то, что пока наше правительство, как корейское, не сказало, что социальное предпринимательство должно решить вот такую конкретную, например, проблему и кинуть туда большое количество ресурсов и человеческих, и денежных, все-таки у вас вот после лекции в понедельник прошел круглый стол, где были и представители власти, и представители тех, кто считает того бизнеса, который уже зафиксировал себя как социальный, да, и тех, кто только думает об этом. Я на нем не была, но мне было очень, конечно, интересно бы узнать, о чем там люди говорили. Были ли это только застольные речи, или были конкретные какие-то предложения, или, может быть, заявления со стороны властей? Власти никаких заявлений не делали, кроме того, что к ним можно всегда обратиться за поддержкой в рамках тех мер поддержки, которые они, в общем-то, по закону и так предоставляют. А по закону, как мы поняли, могут поддерживать только в рамках 209-го закона малому и среднему бизнесу. Там никаких преференций социального бизнеса не прописано. Нет, социальному нету, если регион сам для себя, ну, как бы, не решит какие-то меры поддержки вести, например. А он может. Может, конечно. Областное законодательное собрание может это сделать. А примеры есть такие? Есть примеры. Например, та же самая Московская область, они своим внутренним постановлением приняли решение о том, что они оказывают социальным предпринимателям финансовую поддержку. Это дополнительная в местном бюджете строка еще. Как велика ли эта поддержка? 500 тысяч рублей. В един раз. Для старта или в какой-то момент? Да, для старта. Опять же, у нас там в 209-м федеральном законе прописано 6 видов поддержки. Это имущественная, это налоговая, это информационно-консультационная, это, соответственно, финансовая и там пункт «Иные меры поддержки». Так вот, иные меры поддержки, они могут оставаться на усмотрении региональных властей. Например, в Ленинградской области они, ну, не именно там для социальных предпринимателей, они вообще для всего бизнеса, который работает на упрощенной системе налогообложения, доходы минус расходы, они поставили ставку налога 5%. То есть, если по всей России это составляет 15, то в Ленинградской области это 5. И, соответственно, таким образом, часть предприятий, которые были ранее зарегистрированы по Санкт-Петербургу либо в каких-то других регионах, они меняют свои юрадреса и становятся налогоплательщиками Ленинградской области. То есть, вот это вот та самая мера в виде налоговой опции, которую они предоставили для предпринимателей. Точно так же в некоторых регионах есть информационно-консультационная достаточно большая поддержка, допустим, как по Ленинградской области они для социальных предпринимателей запустили бизнес-акселерацию, когда предприниматели на протяжении 5 месяцев просто прокачивают, отрабатывают все нюансы, связанные с их бизнес-процессами, начиная там от упаковки проектов, заканчивая уникальным торговым предложением, рекламой, как взаимодействовать с органами государственной власти. То есть, все вот эти вот моменты, плюс приглашают экспертов из органов государственной власти, из разных комитетов МЧС, Роспотребнадзора, разных комитетов, которые консультируют непосредственно бизнес и помогают решать те проблемы, которые возникли у них в процессе ведения бизнеса. Такие проблемы у всех возникают. Они у всех возникают, да, и не у начинающих тоже. То есть, у тебя же в процессе тоже может это все. Ты работал, например, без лицензии, получил лицензию, и, соответственно, к тебе теперь пристальное, более пристальное внимание со стороны проверяющих органов. Соответственно, нужно соблюдать там определенные требования и критерии. И вот очень многие предприниматели говорят о том, что если бы была со стороны государства платная услуга, например, вызвать эксперта, который бы посмотрел, да, перед тем, как вы придете ко мне уже с проверкой, я бы с удовольствием там и за услугу заплатил, и исправил бы те недочеты, которые у меня есть. То есть бизнес, он, в принципе, сам готов даже государству подсказывать те услуги, в которых он требуется со стороны государства, и за что он готов платить. То есть это вот, когда выстроена вот эта коммуникация между бизнесом, властью и общественными организациями, то это очень сильно облегчает, в общем-то, как бы всем жизнь и в бизнесу в том числе. Ну вот у нас, к сожалению, на круглом столе не было представителя торгово-промышленной палаты, да, но я с ним встречалась в феврале, и он как раз говорил о том, что, в принципе, он готов в рамках торгово-промышленной палаты сделать отдельный комитет по социальному предпринимательству, найти руководителя, да, там активно помогать, продвигать, лоббировать интересы бизнеса. Потому что, в принципе, все общественные организации, они для этого и создаются, да, с одной стороны, чтобы сделать некий такой срез проблем бизнеса, да, с другой стороны, чтобы этот срез проблем и те решения, которые возникают, да, идеи, предложения доносить до, там, руководства региона. Потому что когда предприниматель в каком-то адресном частном порядке начинает идти, излагать свою проблему, то, в общем-то, для чиновников это не аргумент. А вот когда уже бизнес-ассоциация, когда предпринимательское объединение выступает в защиту предпринимателей и инициирует создание координационных советов, рабочих групп, да, специально там разработанных программ, либо приоритетных проектов в рамках региона, то уже, соответственно, власти не могут игнорировать такие инициативы, и они стараются в основном идти навстречу предпринимателям. О чем говорили люди, которые пришли на круглый стол? Вот не представители власти, не представители структур каких-то проектов? Ну, были предприниматели, которые, в общем-то, рассказывали о своем бизнесе, да, как они запускали, с какими сложностями в основном сталкивались, да. Кому-то, например, центры поддержки предпринимательства очень помогли, кто-то там есть предприниматели, которые пользуются всеми мерами поддержки, которые только есть, да, там, и вплоть до взаимодействия, там, с экспортным центром, да, там, используя их возможности для выхода на международные рынки, продвигая там свои товары и услуги. Некоторые задавали просто конкретные вопросы, да, как им поступить. Но дело в том, что поскольку участники стола были как некоммерческие организации, так и коммерческие, ряд вопросов, конечно, от некоммерческого сектора был адресован представителям Министерства экономического развития, да, там, Центра поддержки предпринимательства. Они здесь не могут им ничем помочь, потому что это не их целевая аудитория. Им, конечно же, в их профильное министерство необходимо обращаться и пользоваться теми мерами поддержки, которые предусмотрены для некоммерческих организаций. Здесь очень интересно. Есть ли и будет такой серьезный акцент в сторону социального предпринимательства? Вы рассказывали, что сейчас активно этот вопрос обсуждается, и Владимира Владимировича упоминали, Путина, который сказал, что нужно развивать эту историю, да, он сказал, что и малый и средний бизнес надо развивать, но и здесь тоже. И что к осени, возможно, наконец-то, в конце концов, поправки в закон 209-й будут внесены, а чем черт не шутит, может быть, еще и социальный блок тоже подключится, и в свои законы внесет изменения. Вот если будут преференции все-таки, понятные правила игры для социального бизнеса обозначены, произойдет ли переток из НКО в социальные предприниматели людей? Или, вот вы сегодня говорили, и я здесь во многом соглашусь, у нас представители НКО в основном люди поколения, там, вот сколько-то плюс, молодых не так много, и они привыкли работать по определенным правилам. По старинке, да. Да, но многие из них, они, кстати говоря, многие, вот кто сюда приходит, они такие передовые, мыслящие передовыми идеями, они много чего знают, там, цепляют, приглашают, но большинство все-таки действует по старинке. И вот все-таки некоммерческий сектор и социальное предпринимательство, конкуренты или одно в другое должно, в конце концов, перерасти? Как вообще здесь эти процессы происходят? У меня рождается вопрос, а в чем принципиальная разница? В чем принципиальная разница? Нет, ну, мне кажется, никто ни в кого не должен перерастать, каждый двигается и развивается в том ключе, в котором они для себя определили. Те, кто регистрирует юридическую форму лица ИП либо О, они четко рассчитывают на свои силы и заточены на то, что все-таки у них будет стабильная финансовая модель, да, и они рассчитывают на предпринимательство, да, то есть на стабильный бизнес, который будет приносить им доход, да. Пусть это низкомаржинальный бизнес, но зато, в общем-то, как бы стабильный. Если мы говорим про некоммерческий сектор, то сейчас идет некая тенденция трансформации социальных проектов в социальное предпринимательство, либо же, когда некоммерческая организация получает финансирование для реализации какого-либо социального проекта, но в рамках реализации этого социального проекта они создают инфраструктуру, закупают необходимое оборудование, да, полностью создают некий вот этот вот фундамент, с помощью которого потом они начинают тоже выходить на стабильные финансовые потоки, продавая свои товары, либо оказывая платно уже услуги, что в рамках закона это не запрещено, просто это другая правовая форма юридического лица. И в этом плане у некоммерческой организации, мне кажется, даже больше возможностей, да, если бизнес у нас только занимается бизнесом, собственно говоря, то некоммерческая организация может привлекать еще дополнительно средства инвесторов, да, она может заниматься там коммерческой деятельностью, но при этом параллельно вести несколько социальных проектов, ориентированных на разные целевые аудитории, да, она может получать как субсидию, так может участвовать в разных региональных либо федеральных грантах, то есть с точки зрения именно юрлица, у них, конечно, возможностей больше. Ну и еще такое большое, я считаю, преимущество, что некоммерческие организации могут привлекать для своей работы, конечно же, волонтеров, да, чей труд, в общем-то, как бы в рамках некоммерческой организации не оплачивается, да, что коммерческая компания себе позволить не может, она должна всем платить зарплату и трудоустраивать их официально. Но в то же время есть и минус, да, что не имея в штате профессиональных сотрудников, там работников по тем или иным направлениям, да, не всегда качество и тот уровень услуг либо товаров некоммерческих организаций соответствует тем критериям, которые должны быть на рынке, и не всегда он конкурентно способен по сравнению там с коммерческой организацией. Вот мы приведем пример, мы приводили его в программе, которые анонсировали вот эти семинары. У нас есть, например, некоммерческая организация родителей детей-инвалидов, которые сами организовали, чтобы детей своих обучать, сами-сами обучились, получили там... Детей, с которыми не занимается никто из существующих специалистов, медиков, зачастую тогда. Конечно, они научились писать гранты, они научились собирать спонсоры, чтобы отремонтировать помещения, чтобы сделать мастерские. И вот сейчас их дети замечательные стали делать вот эти вот глиняные керамические изделия. А родители, используя рисунки детей, вы сегодня говорили о рисунках, как китайцы покупают здесь рисунки. Да, да, принты делают, да. А потом в огромном массовом производстве участвуют эти принты, и они производят одежду с этими принтами, продают и зарабатывают. То есть у нас здесь рисуют, а там китайцы зарабатывают. Так вот, у них тоже такая история. Они выпускали, я помню, к одному из мероприятий футболки с принтами ребят. Им надо было пригласить дизайнера. Ну, на благотворительной основе был дизайнер, на благотворительной основе напечатали, значит, эти благотворительные футболки. И все эти изделия можно обменивать только на пожертвования. Продавать нельзя. А вот если поставить всю эту историю, например, на бизнес-основу, понимать, что можно на этом зарабатывать, ведь надо оплачивать профессионального дизайнера, профессионального конструктора одежды, профессионального маркетолога по продвижению этой одежды. Если мы хотим качество и хотим большие объемы. Можно даже сертифицировать эти вещи. Да, здесь уже НКО ты не сможешь. Здесь надо быть бизнесом. Правда, почему НКО сможет, просто оно должно это поставить на профессиональный поток. А для того, чтобы НКО... Но продавать-то они не могут. Почему могут? Ну, почему же не могут? Просто прибыль от этой деятельности они не распределяют между учредителями, не выводят в виде дивидендов и бонусов. Только вкладывают в развитие. То есть вся прибыль, которая идет от коммерческой деятельности, некоммерческой организации, она направляется только на уставные цели этой организации. Все. То есть она не выводится, в отличие от коммерческой организации. Дело в том, что некоммерческие организации, они же могут привлекать как субподрядчиков к себе, как раз, собственно говоря, этих и профессиональных дизайнеров, и конструкторов и так далее. И есть несколько проектов, даже студенческих, которые выигрывали призовые места в студенческих конкурсах, когда студенты вместе с дизайнерами обучали рисовать логотипы, разные принты детей-сирот из детских домов. Потом выбирали самые лучшие рисунки, платили им за авторство по 800 рублей, собственно говоря, чисто символически. И дальше уже эти принты наносили на футболки, а у них вообще студенческая команда организовала такой бизнес, и они открыли магазин, в котором продают эти футболки с разными принтами. То есть вот, пожалуйста, хорошая модель. Но какую социальную задачу они решали в рамках проекта своей некоммерческой организации? Они давали возможность детям-сиротам познакомиться с новой профессией, чтобы они выходили не парикмахерами и сантехниками, как это обычно, и поварами он выходит, а чтобы они познакомились с новой профессией, чтобы попробовали себя. У нас была точка истории в Кирове. Я вам расскажу за эфиром, потому что уже закончилось время дневного разворота сегодняшнего. Да, нам пора завершать, да. Благодарим нашу гостью Диану Гудс, эксперта фонда «Наше будущее» и Центр инноваций, который нас познакомил с Дианой. И мы, конечно, будем следить за этой историей, потому что, как я уже сказала, у нас у самих такой опыт есть, который вырос из недр нашей радиостанции. И очень важно, конечно, что социальное предпринимательство всё-таки получило внимание федеральных властей, прежде всего, и хотелось бы, чтобы его было больше. И вообще, когда это массовое какое-то явление, то не только касающиеся тех людей, которые предпринимателями собираются быть или есть, а вообще всех нас, кто осознаёт эту миссию социального предпринимателя, тогда, конечно, эффективность в разы больше. Спасибо, Диана. Дневной разворот завершён. Спасибо. Светлана Заньком. До свидания. До свидания. Продолжение следует...